Девушки отдыхают Да, я отправил его за луком победителя Лара, не хочу тебя просить, но... Но могу ли я достать лук победителя? Это большая просьба Этот предмет сложнее всего найти Зан был одним из лучших Можно спросить, что в этом луке особенного? Предки вождя Унурату вырезали его из первой сейбы, которая выросла в диких джунглях Его передают из поколения в поколение Унурату вручила его Сайри, отцу Эцли, в день их свадьбы Он символизирует единство двух семей Но много лет назад он пропал, его забрал Нагваль Нагваль? Это кто-то, кто умеет превращаться в животное, верно? Да Он рыщет в джунглях за городом Лук так понравился ему, что он обманом забрал его у Сайри Эцли истинный владелец лука победителя Без него ему не стать царем Хорошо, куда идти? Спасибо, вход находится прямо на другой стороне, вверх по берегу реки Не волнуйся, я постараюсь найти лук Что-то поздно они про этот лук опомнились Я еще во время начала этого всего переворота про него слышал, но ладно Что, куда за этим луком-то нам? Верните лук победителя Что, у нас тут еще что-то нужно делать? Ну вас нафиг Пока, давайте без основного сюжета Тут второстепенок навалило, мы их все закончим Спасибо за все, что ты сделала Может, в следующий раз мы пойдем вместе Секунду Так, все, погнали Так, достаточно отвлеклись уже Хотел на тросе спуститься, но, видимо, не судьба Да и тут пускаться-то, господи, делов Сильно задерживаться не будем на сборе всяких ресурсов И без того, как бы, времени мало О, почти пришли Должно быть, это вход в джунгли Не слишком заманчиво, но, видимо, на то и расчет Пф Пришла нас ограбить, чужестранка Великие воины не справились с испытаниями В сокрытых местах можно найти немалое богатство И если выживешь О чем ты говоришь? Обряд посвящения Это испытание помогает отделить Маис от сорной травы Его должен пройти каждый воин секты Такой, как ты, это не под силу Ты не представляешь, на что я способна Тогда найди путь битвы Посмотрим, поможет ли тебе твое высокомерие пройти его Эх, опять гробница Вся соль игры в бесконечном посещении разных гробниц Сначала ты Я? Я вообще туда не поеду Помнишь парня, которого оттуда принесли? Вернее, то, что от него осталось? Ну давай, хоть у тропы постой Если бы отец засек меня так близко от джунглей Я бы неделю не мог сесть Бух Нет Какие бесстрашные детишки Слишком тихо Кажется, тут кто-то ходит Да Так, а где бы ты увидела этот? Ооо Покопаем немножко Шкуры эти мне не нужны А вот где костерок я что-то не вижу А, вот он Время не прошло всего ничего А как Эцли возмужал? Он лишился обоих родителей Интересно, как он держится? Это уже нам Лара говорила Так Гробница Склеп Фреска Которую там пропустили Где-то когда-то Ладно, займемся сначала луком Утомился я, если честно От бесконечного количества Этих гробниц уже Похоже на алтарь Для жертвоприношений Ух ты Наверное, это Нагваль Легендарное чудовище, которое бродит по окраинам Пайтити Так, я слышу там какое-то речание Если лук победителей можно где-то найти Думаю, он здесь Че, он-то он просто Просто вот так лежит О Думаю да блин не успела вернуться все скушали нас дать по нему пулемет на очередь все как идти обворачиваться и лег из золота не самый подходящий материал для лука отлично надо вернуть лук учу почему учу сам за ним не сходит если уж он там весь такой царь из себе а Продолжение следует... Ну, гробница тут, да? Ага, та самая. Понятно. Прямо к ней нырнули. Ну, я лук схожу сначала, отдам. Причем, даже, наверное, просто телепортнусь туда. Так, я чё-то не помню, где они там сидят-то. Пщера черепа, по-моему, они сидят. По названиям чё-то уже подзабыл там, чё кого. Ну, угадал. Лук победителя. Последний шаг на пути к великому будущему по Айтити. А что с Нагвалем? Ты его видела? Да. Он мёртв. Скажи, какой облик он принял? Он был ягуаром. А, самый могущественный облик. Он счёл тебя достойным противником. О, чё, Нагваль давно поселился в этих джунглях? В детстве нас пугали сказками про него, чтобы мы не уходили за пределы Пайтити. Но когда Амару пришёл к власти, Нагваль осмелел. Ты веришь, что Амару повелевает Нагвалем? Да. Долго он держал нас в страхе. Хватит. Ты совершила подвиг ради будущего Пайтити, Лара. Ты окажешь мне великую честь, посетив обряд королей. А что это за честь? Возьми. Это тебе. Это часть доспехов Сайри отца Эцли. Пусть они станут символом твоей храбрости. Прошу, возьми. Спасибо, Уча. Дрог короля призывает всех вас стать свидетелями нового начала. Добро пожаловать на обряд королей. Эцли, сын Унурату, сын Сайри, подойди. Ты, амулет Спасителя, хранит в себе мудрость твоих предков. Слушай ее, и твои решения всегда будут беспристрастными и милосердными. Лук Победителя хранит в себе силу твоих предков. Уважай ее, и твое правление будет всегда честным и благородным. И, наконец, ты, юный Эцли, хранишь в себе будущее. Будь деятельным и решительным царем. Дари надежду, дари любовь. Не жди, когда благодать опустится на нас с небес. Но сделай все, что в твоих силах, чтобы твой народ обрел ее благодаря тебе. Народ, пойдите! С великой гордостью представляю вам Эцли, сына Унурату, сына Сайри и вашего царя! Туника, манку. Туника, манку. Что, мы этот выполнили-то? Ммм, свободу выполнили. И сердца, и умы выполнили. Круто. Так, надо записать, что это называется Лук Победителя, а то я потом просто-напросто забуду название этого квеста. Так. Поэтому вот нужно ежедневник под рукой держать. Так, это у нас заняло что-то минут 20-15 даже, в общем, да. Чем мы можем себя тогда еще занять? Других квестов у нас, насколько я знаю, не появилось. Это что такое? А, это пещера черепа, та самая. Кулак Яку. О, неизвестная локация. Горный храм, Синод. А, он подчеркивает известные локации, понятно. Ага, вот здесь появился квестик. Ну, квесты... А, вот они два там появились, понятно. Ну, давайте здесь еще по-основному побродим тогда. Просто если там начинать, то... Тоже такое себе. Просто надолго, скорее всего, там затянутся. А, я не туда иду. Господи, вышел зачем-то отсюда. Нам же тут нужно это... Уголочек самый. После разговора с Эдсли быстрый переход будет недоступен до конца кампании. А, это финал уже. Ммм... Ну, тогда финал мы оставим на попозже. Тогда давайте все-таки сделаем какое-нибудь второстепенное задание. Отсюда. Кто же мог подумать-то? Что финал так близок. Лара, надо поговорить. Что это? Вот об этом я и хочу поговорить. Встретимся во дворе. Эй. Лара, иди сюда. Что такое? Тринити еще здесь. Что? Я думала, они все на ритуале впайтите. Видимо, когда сошел сель, они оказались отрезаны от остальных. Они обнаружили руины под землей и разбили там лагерь. Это склеп. Местные говорят, его построили для жрецов Зипакны. Древнего бога гор. И вулкан, мы к этому вернемся. Склеп примыкает к храму Зипакны. Многие сейчас ходят в этот храм. Ходили, пока не явились незваные гости. Вот почему толчки и выбросы не прекращаются. Зипакны злится, что про него забыли. Так вот, Лара, я подумала… Можешь что-нибудь сделать? Мне неловко просить. Хорошо. Спасибо. Такое облегчение. Что? Гневливый бог. И опять склепы. Склепы, склепы, склепы. Далеко идти? Ну, благо, не очень, но там, скорее всего, телепортация будет. Кстати, они же эту девку-то принесли оттуда. Давайте пообщаемся хоть с ней. Изабелла, тебе лучше? Ты не говорила, что ты Лара Крофт? Я… Я рада, что мы встретились. Спасибо, что спасла меня. Мы разгадаем секрет этого места и узнаем, что значат эти каменные лица. Ману был прав насчет склепа и всего остального. Не терпится все разузнать. Вот не удивлюсь, если и следующее задание будет завязано каком-нибудь гробнице или склепе там. Так, курица, ну-ка, тихо. Так, что-то я не понимаю. Как туда попасть? Ну, где проход-то? Ну, в грязюке я мазюкаться пока не буду. Ну, я вот здесь какой-то проход вижу, но он, типа, это непроходный какой-то. Ну, как прямо-то вот сюда, ну, вот куда, я не понимаю, здесь можно идти. Ну, залез наверх, может, что-то так получится. Блин, так что сразу-то не сказали? Я тут думаю, куда вниз надо? Это наверх, оказывается. Просто не совсем внятно это решили объяснить. Утопив маркер куда-то вниз. А, ну вот, это другое дело. Ладно, я понял. Жучка забираем. Хм, я не знаю, как они активируются. Так что, надеюсь, кнопку я перепрыгнул. Ну да, поэтому мы идем по этому чудесному проводочку. Ну, патроны, но у меня их уже максимум. Тут не пройти. Ну, пока идем по кабелю, конечно. Так, коробочка. О, записюльки. День 1, позиция 1. Нет сигнала. День 1, позиция 2. Контакт. Радиообмен затруднен ввиду сильных помех. День 1, позиция 3. Контакт. Приказано ждать эвакуации несколько дней, потому что весь персонал стянут к Кану. День 2, позиция 1 и 2. Нет сигнала. День 2, позиция 3. Контакт. Сигнал идет с перебоями. Тоже сообщение. Все последующие дни, все позиции. Связь установить не удалось. Вероятно, вулканическая активность глушит сигнал. Я знала, что у них должен быть генератор. Угу. Зря я стрелы крафтил, потому что мы их тут нашли в итоге. О, хорошо. Посмотрим, что я просмотрела в потемках. Так, оттуда мы пришли. И они, благо, никак не активируются. Это хорошо. Пока вот все вот эти штуки непонятно, как открыть, конечно. Опа. Ну вот нашли, куда затесаться. Один проход нашли. О, вот и второй. Хотя я думал, что где-то так же нужно будет щель искать. Я знаю, что будет, если выбрать не ту дверь. Ничего хорошего. Тут ловушка. 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 Короче, там вот эти значки Там крабик был По-моему, вот такой Ну, круто С первого раза угадали Не то, что в прошлой О, кого-то нашли Живыми Но сами погибли Так, сейчас, по-моему, да Вот эту в середине я выбирал Надо же было Выбрать правильную дверь Но не зацепиться Такой ценой его достали Ты хочешь, чтобы его стащили Я говорю о руком Не понимаю, зачем мы вообще за ним полезли План хороший Надо только набраться терпения Знаю, просто Это ожидание Так, устранить охранников Ну, хорошо Так, сейчас он подойдет Я двоих сразу смогу Тихо Ну, неплохо А вот и крабик Эбби, это Лара Я в лагере Тринити Они тут охраняли фигурку краба О нет, это краб Зипакне Неудивительно, что земля ходит ходуном Эбби Краба нужно отнести обратно в храм На место Ладно, отнесу Краб традиционно считается Любимым блюдом Зипакны Чтобы завлечь того в ловушку Близнецы героя изготовили приманку В виде краба И это сработало Судя по внешнему виду этого краба Его создавали как ритуальное подношение Вероятно, в храме Зипакны Ему отводится место Первостепенной важности И все, что ли, на выход? Это все мероприятия А, я думал, мы обратно вернулись туда А, это не... Из-за чего? Из-за дыма вот этого внизу? Че это за сельт такой? Надеюсь, жители скоро смогут сюда вернуться Ну да, какой-то туман там внизу Так, а с чем зацепить его? А, ну вот так мы переберемся Надо пройти через церковь Осторожно, здания могут рухнуть Зачем? Зачем жить там, где все может рухнуть? Судя по состоянию бумаги Эта записка пролежала здесь не одно десятилетие О, великий Зипакна, создатель гор Истребитель глупцов Страж подземного пламени Пусть сын мой и дочь моя Ступают по твоей мантии Не зная ни тревог, ни забот Да пребудет с ними всюду твоя сила и мудрость Не может быть Тринити уничтожили мост Ты переберешься Да, вот она мотиватор Да-да, ты переберешься Нужно сместить центр тяжести Как-то по-кривому Долетел, но долетел Немножко неосознанно я это сделал Ну, это, видимо, путь назад у нас будет Я внутри храма Зипакна ест краба Любимое лакомство Зипакна – божество древних майя Брат Кабракана Бога землетрясений Зипакну обычно изображают в образе огромного каймана И он известен как бог-разрушитель Заносчивый и вспыльчивый Угу, видимо, поэтому квест называется Гневливый Гневный бог Или как там Гневли Гневный, короче Так, и куда тебе отдать этого крабика Ага, тут я не могу через них перепрыгнуть А, во, я вижу Там где Вот Увидел этот красный жар О, вот он Видимо, это здесь Мара? Все нормально Я вижу Зипакну Приближаюсь Сейчас немножко пораскачиваемся Поджарюсь Нужно перекрыть этот поток Обо что тебя зацепить только, я думаю Черт, живей, живей Чудом жива осталась Угу Просто Красотища Не ешь вот этого краба Он ничем не хуже Должны быть еще переключатели Если найти все Зипакна Снова окажется наверху Так, ну-ка Наскоряли немного Так И че дальше? Мне надо наверх Мне надо наверх Ну понятно Я так и думал, что все-таки Пристегнуть здесь Это надо Но я тогда не долетаю Ну, может я тогда просто Че-то кривой руки буду Ну, ладно Ну, ладно Мне кажется Понял Непонятно Непонятно Только зачем Нижнюю мне убирать Когда мне только Верхнюю надо Может Уже просто Несколько Путей Ну, давайте попробуем Тогда налево Полезть Ну, ладно Успел Чудом Ну, понятно Зачем Сюда Да Не смотри Поджарюсь Нужно перекрыть Этот поток Там просто есть Какие-то штуки Подозрительные По которым Лезть можно Офигеть Было близко Так, допустим Допустим Чихо Ну, успел Че Ну, заскочил Даже головоломку Не пришлось решать Поджарюсь Нужно перекрыть Этот поток Давай, давай, давай Давай О, еще один крабик Нас Забирай его себе Кушать Наверху В пасти Каймана Мне надо перебраться Так Ну, допустим А куда А, мы ее развернем Я понял Так, ясно Сейчас Сейчас тогда По-умному Сделаем Чтобы с бубном Не плясать Мне надо наверх Ну, мне кажется Это не поможет Не поможет Мне надо наверх А, вижу Ну, и тут Раскачиваться Столько Неплохо Так, у них какая-то Последовательность Есть Ясно Ясно В общем-то Останавливаться Скорее всего Не надо Просто Нахрапом Бежим Ну, примерно Так Как-то И сгораем Может Направо Попробовать Отбежать Там Есть Куда Какая-то Лазеечка Наконец-то Куда Дальше В эту Дверь Наверное Ну, за неимением Вариантов Вулкан Искатавливайте Зажигательные Патроны Для добровика Поджигающие Врагов Еее Блин Каждый раз Все Труднее Труднее Так И Наш выход Опа Видимо Краба Забрали Отсюда Далеко Они забрались Однако О Че Это Подарочек Вперед Черт Вот Она Парти Бан Что по плану Мы Уделаем У 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 Ну Блин Было бы забавно Его сбить В полете Да Откуда вы стреляете Блин Да Откуда вы стреляете Блин Ау Вот Тебя я Откуда Минус два Ух ты Обидно, что один упал куда-то У них же все-таки деньги есть Все Ух ты Так, где трос волшебный Класс, он меня просто сбил Надо уходить Я такой, ну думаю, ладно Это сигнал к тому, что пора действительно уходить Так, где трос волшебный Так, где трос волшебный Так, где трос волшебный Патроны уже заканчиваются Все, что ли Так, квест называется Гневливый бог Вот так вот Любитель крабиков Офигеть, тут бочки эти, что ли, зареспаунились снова Эбби, я в храме Зипакне Они тут меня поджидали Украли краба, чтобы заманить меня в ловушку Господи, ты не ранена? Я в порядке И краб теперь на своем месте О, прямо гора с плечи, спасибо Надеюсь, ты не опоздала Скажи, Иони, я скоро буду Ну, хоть самим выбираться не надо Что, опять же, очень хорошо Так, куда мне к нему возвращаться-то? На площадь, все, понятно Можно было телепортнуться тут Делать скачок, грубо говоря, на несколько метров Ну, ладно Значит, все это была подстава? Да, они сидели в засаде, ждали, когда я приду с крабом Это можно счесть за комплимент Они в тебе не сомневались Спасибо тебе, Лара Краб вернулся на законное место Пепла больше нет, толчки прекратились Не уверена, что это все моя заслуга Но все равно, милость богов лишней не будет Когда в твоей жизни случается что-то хорошее, надо радоваться О, дробашек дали Ну, у нас, правда, есть уже дробогик с душителем О, экспыта мы набрали прям в гору Ну, что ж, ребятки На этом мы тогда заканчиваем И продолжим мы, конечно же, в следующей серии Я благодарю всех за просмотр До скорой встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok